И снова здарова, с вами Маркус и мы продолжаем проходить Киберпанк от 2077, сейчас мы должны позвонить Панам, инфу мы на ней, вот точнее о ней надыбли у бестия, дали за это 15 тысяч, она вообще жопа какая-то. Алло! О, вот и Панам. Привет, Панам. Твой номер мне дала бестия. Меня зовут Ви. Класс. Во что еще эта старая сука хочет меня втянуть? Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Ну, как мило. Знаешь, ты немного опоздал. Передай бестии, пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчет твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Банита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Оки-доки. Ну, погнали. Надо пересечься с Панам. Тего лишь 2,7 километра, но есть крутые места для телепортации. Так сложно до сюда бежать-то. Курь-юм. А-а-а! А, вот так вот это работает, короче. То есть... Ладно, сюда-то поехнемся. Эта жопа, вредь. В самую какую-то срань мира меня отправили. Как я понимаю, здесь... Система работает по такому принципу. То есть, если ты там находишься, ты открываешь какую-то зону, ты открываешь там чекпоинты все. Если я там не был, то, ну, соответственно, там ничего ни хрена не было. И мне самому придется там бегать, все открывать, это... Важно. О! Мамар или Капитан Ревис. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. А мы собираемся? Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. Ага, допустим. То есть, могу не представляться. Ты обо всем позаботился. Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес это я. Помни об этом. Хорошо. Есть, Капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорог. В общем, если что, сигналь. Что за чертки подс был? Короче, как я помню, нам сейчас еще смски... Да, сейчас, походу, нам смски полетят, типа, на уровне Хочешь тачку прикупить, хочешь тачку прикупить. Что за херня? Какая-то херня, короче, появилась. Что-то я не получаю. Машины в продаже. О! Минивэн. Ну, как я и говорил. Что? Да быть этого не может. А старушка-то. А жила. Ид, к чему, братан? Так, ну, мы все знаем, что Маркус не может такую тему проехать. Так что мы сразу сейчас заедем, всех перестреляем. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, мне надо затестить мой новый гиперган. Это какая-то снайперская винтовка? Это что за типы? Банда, 6-ая улица. У-у-у! Ох, блин. Ну, конечно, урона у нее гораздо меньше, чем у моей. О, где у вас? А, это умное оружие. Смотрите, видите патроны как летят? Минус. Минус. Нет, я сейчас на ствол херня. Я думал, снайперская винтовка, типа огонь-урон. А вот у этой валыны урон побольше будет. Ну, практически. Или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, моя тачка! Твою мое. Вызывай новую. Я тачку свою взорвал. Я не знаю, что это за типы, но они... Докапывались до... Так, минус одно умное оружие. Завалило! Кого ты нахер завалило? Я его вскрыть не могу, смотрите-ка. На нахер. Короче, херня, это снайперская винтовка была, если честно. Я думаю, она топ. А вроде электромагнитная, типа и... Эти хер знает, посмотрю. Дальше побоим. О, они опять мне тачку предлагают. Так, машины в продаже. Ой, еще и пикап! Здесь реально можно собрать целую коллекцию тачек. Я не знаю, почему они все-таки вырезали из киберпанка эту фишку, типа с модификацией транспорта. Это просто... Ну, это был бы просто вообще шедевр отдельный. Я бы в этой игре все баги прощал, если бы такая херня была. Такое большое количество транспорта, который ты можешь купить. Плюс еще большое количество модификаций этого транспорта. Пять умные стволы. Но у меня этого нету, блин. Это модификации хреновый. Чипа этого специального, чтобы с помощью него стрелять. Я бы так мог бы просто с помощью умного оружия всем, блядь, бушки бы отстреливать. А, ну че. Я вроде спас кого-то. Вроде нет. Ой, поехали отсюда. Надо врубить ради чему, как лохи. Ой, не туда. А у меня че сзади за баллон стоит? Типа, закись азот какая-то? Или типа че? О, туча. Точка перемещения нашлась. Так, глядь вот. Смотрите, братишки, отпишитесь, как вам вообще вот, ну типа, вот вы сейчас слушаете музон, типа, типа, под как он. Я лезь, лезь лично, лично. Мне нравится, ну типа, вот такое вот. Я не знаю даже, как это описать. Опять. Давай, сюда. Давай, сюда. Отлично. Давай, сюда. Ой, так он в жопе миру какой-то. Так, я не могу проехать. Надо срочно помочь людям. А, это вся шестая улица здесь торчать. Давай накинем на одного перегрузку оптики. Сейчас начнется, свин целый торчать. Пока он не соображает. Ты с кем перестреливаешься? Аросака? Я не знаю, зачем я Аросаку спасаю, конечно. Это же типы из Аросаки, да? То есть мне их тоже надо перебить. Ты... Воу. Вот это флешбэнк был. Ну-ка, стойте, 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 стойте. Братишки, стойте, 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 стойте. Далеко не уходите. Вот. Вот так вот. Иги. Ууу, страйк. Ну ладно, окей. Это снайперская винтовка. Хороша. Не идеально, но... Хороша. Патроны были на нее еще в идеале. Так. Не убьюсь? Что, не убился? Ты кто, мой твой? На имя... Ладно. Ууу. Отлично. Стволы, стволы. Стволы, халява, стволы. Личное мародерство никто не отменял. Четки у них тачки, конечно. Бессмысленно. Скорее всего, этот тип... Этот эль-капитан, это как раз-таки чувак, типа, главарь вот этой шестой улицы, а я перестреливаю их типов. Где вот, ащи? Я не знаю, почему они вообще пересеклись с... Плюс к реализму, блядь, трупешники надо поднимать их, бросать их постоянно, чтобы ствол достать из-под них. Убьюсь. Ай, 400 метров. Что, добежать, что ли, это расстояние? Ну, по-моему, надо доехать. Мне столько ждал, чтобы мою тачку починили. Кстати, братежки, я научился создавать патроны. У меня теперь не будет такой проблемы. Конечно, для этого надо покупать... Ну, не покупать, либо как-то... Собирать материалы. То есть там какие-то, как я был обычный материал, но уже иной. Комон. Проблема же таких не будет. Погнали. Что такое? Акада Акада. Что оно пишет, блядь, тьё, вот. Век, как мы понимаем, для наемника важна скорость и пунктуальность. Лучших ябокусанаги. Какой-то крутой байк. Купи, не пожалеешь. А, конечно, у меня есть. Херу тучу бабок. Смартлинг еще и выглядит как татуировка. Думаю, ты оценишь. Она мне, типа, подогнала смартлинг или что-то? Мне смартлинг. Подогнали, ничего я не помню. Я пофиг, короче. Мне вроде... Подождите, стоп, стоп. У меня должно быть сейчас оба умное оружие. Так ведь? Так. Они выглядят очень странно, умные стволы. Их нет, да? То есть я продал. Вроде было. А, вот. Требуется... А, требуется 22 уровень. А почему я его не могу... А, ну, 22 уровень, типа. А-а-а. То есть у меня есть эта модификация... Блин. Короче, окей, оказывается, мне смартлинг не надо покупать. Он у меня и так есть. Это модификация того, который нам и на халяву подогнала... Ну, это... Китаянка, я не знаю, кто. Азиатка. Вот только теперь осталось нам апнуться до 22-го. У меня только 12. Не светит, короче, мне в ближайшее время умное оружие. О, ранчо-корнадо. О, а че мне тачка? Я вот сюда прям заехать не могу. Ладно, вот такая же фигня какая-то непонятная. Эй. Ой, блядь, че за шумы? Доровенький халапец. О, ебать, все гиперкарды. Эй, привет, панам. Круто мобиль, я смотрю. Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Нихуя себе ты дерзкая. Узнаешь, если согласишься мне помочь. А, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина. Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт к Кантау. Будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантау будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип. Он-то мне и нужен. Да блядь. А потом, я тебе скажу, где товар и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Да сейчас пошлют. Ну, не знаю, я... Черт. Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним. С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в руки Риджа. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Что думать-то, погнали? Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Разложишь куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудила. Она хочет с ними договориться за спиной убийсти? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты ещё спрашиваешь? Само собой. Спасибо, Босс. Ты чё появился? Сдануть одну фразу и съебаться? Всё. Мне дали время. Ну, куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальдо. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то, чтобы этому рада. Не твоё дело. У меня остались там друзья. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьёзно? Никогда бы не подумала. Да. Из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Найт-Сити. Значит, между нами что-то есть общее. Ладно, поехали. Садись. Ой, куда-то мы сейчас жопу мира поедем, чувствую. Где этот? Узадь не появится. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Чё-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесах. Ты же знаешь, что я не протачу. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то на кой чёрт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы её достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэш? Бестия? Вообще без понятия, о чём она думала. Какая же она мерзкая баба. Знаешь чё, хер с ней с бестией. Чё ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без неё полно фиксеров. Но ты-то пришёл, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты её плохо знаешь. Серьёзно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Ты не поняла, что Нэш из стилетов? Чё, серьёзно? Нет, этот мудак мне визитку не показывал. Вы не отслеживаете, кто ездит по округе? Тухи, например. Обычно они грабят корпоративные конвои на 64-й трассе. А ты в этом шаришь. Я ж кочевник. Может, у неё были причины? Да ладно. Да это, сука, рта не раскроет, пока не просчитает, что ей бегать не сказать, а что скрыть. Прикольно, такой мир, честно скажу. Какую же пумир мне интересна. А, всё, можно пропустить поездку. Покрасовались и хватит. О, ё-моё, ё-моё. Графин. О, ура. А, это кочевники. Прикольно. Ламбус. Да идите нахер. Мичем и Скорпионом. Это, скорее всего, Скорпионом. Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Если б ты не потеряла машину и товар, то и без няньки бы обошлась. Заткнись. Реально, что ли? Неужто твой тортик отправился на помойку? Размазал его ужасной Найт-Сити? Да нет, его спёрли. Ого, кто посмел? Не важно. Я скоро его верну. Поэтому и пришла. По нам. Время не ждёт. Я знаю. Стилеты меня наебали. Теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернём в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блядь, ну пиздец. Может, просто починить их. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду. Погнали. Ну и что? Тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Прикольно. Ну, кочевники. Понятно, кому нет кочевников. Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. А, я с ним потом могу балкать. Привет, Панам. О, постволы. Стоп, Панам. Си. Ай, скажи, что ты продаешь. Ага, не твое дело. Смотри, сколько душе угодно. Верь. Так, все, давайте, пошли болтать. Ну, че, 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 че расскажете, давайте уже скорее. Чем мы так медленно идем? Воу. Что за гиперган, блядь. Можешь помочь? Чем? А, у меня здесь. Пару мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Воу. Это, как я понимаю, сон. Мы с Тролом помирились. Ты возвращаешься? Нет. Мы не возвращаемся. О, рибер есть здесь даже. Давай уже скорее побежали. Панам. Заглянешь к нам, дорогая. В другой раз, Элли, честное слово. Бежим, 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 что я сразу нашу книжу. Скорпион, блядь. Ну, мне пора. Кидай в багаж. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Ты без ба. Можем ехать, залезай. Да я уже залез. Так. Скорпион и меч хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На соло и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Воу-воу, еще одни подкаты. Эти ребята были в армии? Скорпион и меч? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Митч был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему плану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Парой палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Давай еще один вопрос и пропуском тяжест. Мы говорили, что это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срастись. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи. Ехала я как-то по И-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Надо, ну все, пропускаем поездку. Все. Блин. Пропустили поездку за угол просто. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может найдется что-то полезное. Ладно, братишки, на этом мы будем сегодня заканчивать. Чтобы уж ролик не затягивать. Если вам понравился данный ролик и вы хотите узнать, чем же все это закончится, то обязательно подпишитесь на мой канал. Просмотрите плейлист, если вдруг вы не видели предыдущих частей. Ссылочка в описании. Также можете написать какой-нибудь интересный комментарий. Вообще нравится ли вам Киберпанк или нет вообще. Потому что пока что на данный момент времени мне эта игра нравится. Хотя здесь очень куча, много всяких багов, каких-то определенных, конечно, недочетов. Но они всем идеальны. Ну а я с вами прощаюсь. И удаляюсь.